Татонушка, привет! А я у папы? Еще не приехал. Мам, афа. Афа, образно. Он здесь спал. Пришел, в туалет сходил и до нас пришел. Он же скучает. Ты спать еще хочешь, да? Завтра выходной будете спать. Да? Завтра мы вязать не будем, Мируска. А что, не будем? Ну, в воскресенье. Завтра же вам ехать куда? Не, мы же решили в воскресенье ехать. Сейчас буду завтракать. У меня будет кофе. Тосты, но это не все три мне. Это еще и сержуня. В общем, это со сливочным сыром, с коклом. И будет еще у меня йогурт из малины, творога и сметаны. Котик, что ты тут делаешь? Что, сам не знаешь? Что, не знаю. Котик, так было бы не понятно. Да? От роботов тоже. Так, Гриша, давай, надо же постели заправить. А там роса? Ну, что там? Ну, там еще пока прохладненько. Ты что? Вы готовы? Афонечка, ты куда едешь? Да, с фотографией. Антоши, надо сегодня маленькую фотографию свою, да? Мам, а это не памрышная, а твоя. Это твоя? Да. Афонечка, ты сейчас только вымажешься, сладь. Мам, я только на фресюне покажу. Да, как же воспитатели? Я ищу. Котик, ты приехала с рынка, да? Пошли. Всем привет. Там все хорошо? Конечно. Не спеши! Пошли провожать вас. У меня лилия распустилась, представляете? Я в том году покупала. Было там два цветочка. А в этом году уже, получается, на веточке пять будет. По-моему, обалденная. Очень красивая. Нежная такая. Еще раз цвел гладиолус. Это же мне башка Галя давала. Луковички вот я их посадила. Вот один, а вон второй. Лежит, его снесло ветром. И вот какие-то еще желтые цветочки. Сама не знаю даже, что это за цветочки. Но очень красивые. Я очень люблю желтый цвет. Вот еще какая красота тут по забору поплетется. А вот расцвели цветы, где мы с Гришей сажали рассаду. Вот эти вот я вовремя не пересадила. И они, видите, прям здесь уже и расцвели. Зоичка, а что ты там делаешь? Ёлочку? А ну, сделай ёлочку. Красивая ёлочка. Сделай ёлочку. Сделай ёлочку. Покажи, как друг на друга ставить, чтобы была ёлочка. Зелёный. Ну как ёлочка? Ой, сейчас ёлочка упадет, да? Ну ровно ставим. Всё, мы повязали укроп. Мама уже с папой поехали на обед. Сколько мы тут? 375 навязали. Вот это тут отходы. Мусор. Так, у нас уже без 10 и 12. Все уехали. Я нарвала перцы, залила их кипятком. Слила сейчас воду. Буду фаршировать. Здесь у меня компот сварился. Я его остужаю опять в мисочке. Ой, в миске. Ну да, в мисочке. Здесь у меня сорти и плюс ещё сушёные яблоки с того года, которые... Вот сейчас буду его по графинчикам разливать и в холодильник. Будем сейчас обедать. Спагетти надо кушать. Красивое, да? Мясо там красивое. Прям с прожилочками. Ну да, оно прям очень красивое. Но я уже перец залила кипятком, так что будет это. Перец, да. Так, цветную капусту буду доедать. Что у нас ещё? Персики же мама купила. Вот этот вот йогурт с малиной, с творогом, со сметаной. И салат. И компот. Компот ещё вот этот с дня рождения. Я ж туда большую шкафтюлю варила. Так, ну что, начинаем готовить перец. Фаршированный с того, что я ставлю вариться. Буквально жменьку риса. Добавляю достаточно много воды. Накрываю крышкой и ставлю вариться. Как только закипит, я всё это выключу. И потом на дуршлаг солью, не промывая. Перемолола я фарш на мясорубке. И сейчас вот его отправляю жариться на горячую сковородку. Без масла. Потому что, видимо, у меня он достаточно такой жирненький. И если у вас всё не такое, то, естественно, масло тогда добавлять. Вот, скоро уже рис укипит. А я пока сразу всё вымою. Вымою сейчас всю мясорубку. Сейчас помою после мяса. Ну что, у меня здесь, смотрите, на этой подставке икеевской стоит телефон. Я тут видео смотрю. Режу лучок. Вернее, уже порезала. Сейчас буду тереть морковку, то что даже. Фарш. В общем, это вся начинка для перчика. Я люблю, когда она прям даже просто сверху в кастрюльке лежит. В общем, я это очень люблю. Так. В общем, лук. Смотрите, какой я вчера нож. Магнит косметик купила. Их было в наборе. Две штуки. В общем, это нож вообще моего детства. Мы всегда такими ножами резали. И сейчас режу, просто не нарадуюсь, если честно, очень удобной. Вот. Сейчас сюда же морковку, чеснок и помидорчики порежу. Так. Ну что, вот такая вот начинка получается. Я помидорки прям просто как на салат порезала сюда. И сейчас добавлю сюда рис. Сейчас помидорки чуть-чуть потушатся. Буду уже начинку выкладывать в перчик. Так, начиночка. В общем, все готово. Я ее выключила. Единственный минус в этой начинке, что она горячая. И то есть, не знаю, я обычно, если начинка, то есть, фарш сырой, с рисом, с луком, там, с морковкой, то я его могу даже руками накладывать. А сюда нужно именно чайной ложечкой. В общем, сейчас перец отсюда выложу. Буду сюда все укладывать. То есть, ставить перчики. С начинкой. Так, ну что, представляете, почти как раз начинка сковородка, то есть, сковородка начинки залезла в перцы. Здесь у нее 20 перчиков. Они вот такие небольшие, вот домашние. И что я теперь буду делать? Вот в эту начинку я добавляю воды и сметаны. Все это провариваю, солю, перчу. И потом заливаю вот сюда вот всю эту заливочку. И включаю в мультиварку. Не знаю даже, насколько можно хоть запекание, хоть тушение. Но тушение мне не нравится. Оно может чересчур быть. В общем, посмотрим. Не знаю, сейчас на какой режим включу. Григорий себе борщик разогревает. Вот перчики здесь уже тушатся. Сейчас, наверное, еще чуть-чуть, и они уже будут готовы. Потому что они уже, получается, 45 минут. А сколько мы опять будем? Ужинать. На ужин. Ну, я не знаю. Да нет, перед каратэто надо. А, туши. Так что, наверное, еще чуть-чуть, и я буду их выключать. Потому что там-то все готово. Наверное, даже сейчас выключу. Пусть настаивается. Так, все, кушай. Я пошла вязать, сынок. Ну что, Афоня, что, сегодня пятница? Покажи. Открыть пошли, папочка сейчас откроет. Покажи. В комнате пошел собираться. Ну что, пришли мы уже с каратэ. Купила я тут для торта. Все, покажи, что мама купила. Так, сырный соус. Нам он очень понравился. Сырный соус от Кальва. Нам он очень понравился. На дне рождения я его брала. Сейчас будем кушать, сына. Сливки. У нас они стоят 215 рублей. Хочу сделать еще тортик. Подожди, сейчас я скажу. Так, два таких, потому что они опять по 57 рублей со скидкой. И два обычных сливочных для крема. И хлеб резанный взяла. Ну пошли, давай мыть руки. Ты же после улицы зашел. Машик, расскажи, что там сегодня в садике-то был за праздник у вас. Ну ромашки вы делали. Это что за праздник? Ничего, что ли? А ты видела ромашки? Фотографии же прислала воспитательница в группу в WhatsApp. Так что вы? Что вообще за праздник? Вам что-то рассказывали? Ничего? Точно? А почему тогда ромашки? Мы сами делали. Да? Ты делал? Да, сам. Ну а что за праздник завтра? Вот что за праздник? Не знаешь? Любви, семьи, верности, да? Мама, мама. А ты что? А ты какой праздник? Аплакал. Ты плакал? Да. Не плакал вообще. Аплакал. Хорошо себя вел, да? Нет, он не плакал, мама. Он одманывает. Ну все, одман. Одман, одман. Одман. Я очень хочу перцы. Вот такие вот они. Вид, конечно, у них не очень красивый, из-за того, что это не красные перцы. Красные вообще, конечно, красивые. Вот эти зеленькие не очень. Но я надеюсь, что очень вкусные. Сейчас будем пить кофе и есть. Думала намазать его сыром, этим Хохланд, да? Намазали сырным соусом. А теперь, мама, еще все что-то... Все, короче, пачку съели, да? Мама, а еще вот здесь вот это, этим, с сыром, да? Что-то цвет кофе какой-то опасный. А что он опасный? Кофе с молоком. Обычный кофе. А это кто? Ха! Отец! Порядок! Афуня, а ты что укрылся тут подушками? Ты что, Дед Мороз? Да. А ты кролик в норке, да? Да. Я сейчас опять хочу испечь такой же тортик, как я делала Антохи на день рождения, практически. Здесь у меня два желтка. Сейчас буду избивать сахар. В общем, рецепт опять оставлю под видео. Так что там под видео будет ссылочка на видео с этим рецептом, с шипоновым бисквитом. Ну что, один бисквит готов. Посмотрите, какой он ровный получается. Вообще ничего даже не выравнивать, не надо никакой шапочки. Все отлично. Бока я ничем не смазываю. Ну, в общем, все как в видео сказано, да? То есть, просто внизу бумага и все. Такой вот шифоновый бисквит получается. Теперь просто ножичком нужно пройтись. Поэтому по краю. В общем, неудобно. В общем, вы поняли. Буду сушить на решетке. Эта решетка у меня шла вместе с духовкой. Здесь глубокий противень и она ставится в глубокий противень. Ну что, вот такой вот бисквит получился. Я его потом разрежу на два еще коржа. Он не очень пышный из-за того, что форма больше, чем там в рецепте. Вот, в общем, он теперь остывает. А я пока делаю второй корж. Ну что, тесто для второго коржа тоже готово. Оно, получается, состоит из двух основ. То есть, это белок и желтки с сахаром, с мукой, там, с молоком, с подсолнечным маслом. В общем, теперь это отправляется на полчаса 160 градусов. А вот это заодно остынет хорошенечко. Я потом заверну все в пищевую пленку и отправлю в холодильник до завтра. Ну что, пока еще один коржик остывает, я сейчас пойду монтировать видео. Что с таким отставанием, если честно, по видео? Меня даже уже муж ругает, представляете? Говорит, давай, иди, выставляй, не ходи спать, иди, монтируй. Так что сейчас пошла, пока будет монтироваться. Ну, то есть, выгрыжаться на компьютер, я уже пойду спать. В общем, всех вас очень-очень люблю. Спасибо вам огромное, что смотрите, несмотря на такую задержку. Надеюсь, что сейчас я войду в ритм, и все будет нормально. Это, знаете, вот какие-то такие, типа, дня рождения, когда устаешь, куда-то уезжаешь. То есть, все, ритм уже совсем другой, и все пошло куда-то не туда. В общем, завтра праздник семьи, любви и верности. Я вас уже с прошедшим, получается, праздником поздравляю. Всем вам семьи, любви и верности. Будьте счастливы, любите, цените своих близких, и любите сами себя тоже. Если мы себя не будем любить, то нас уж точно никто не полюбит. Все, всех люблю. Ставьте лайки. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok